Ситуацию на Ближнем Востоке обсудим с востоковедом Русланом Сулейманом. Здравствуйте, Руслан. Добрый вечер, приветствую вас. Спасибо, что нашли время. Иранская атака беспрецедентна, но израильтянам удалось сбить почти все дроны и ракеты. Руслан, это просчет Ирана и триумф Израиля? Нет, я думаю, что это расчет Ирана. Эта атака готовилась две недели, ровно с того момента, когда было осуществлено нападение на иранское консульство в Дамаске. И вот за эти две недели, очевидно, власть Исламской Республики пытались вывелить такой ответ, чтобы последствия были минимальны, потому что Иран не желает втягиваться в какую-то горячую войну, но и не ответить он тоже не мог. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территорией, не используя свои прокси, например, Хизбалу. Зачем нужна была такая демонстрация, при том, что мы понимаем, Иран выбрал выверенный вариант с заведомо минимальным ущербом? Такой ответ свидетельствует об изменении стратегии внутри иранского руководства. В последние годы это называлось красивым выражением «стратегическое терпение». И это терпение, очевидно, лопнуло. Мы можем вспомнить, как в последние месяцы Иран, например, наносил удары по суверенной территории Пакистана впервые в истории, как бомбил иракский Курдистан, Сирию. И это все следствие того, что у власти в Исламской Республике укрепляются консерваторы, сторонники жесткой линии. И они сейчас, по сути, правят бал и диктуют повестку. А в их представлениях Иран должен наносить удары по Израилю самостоятельно. Руслан, правильно ли мы понимаем, что главная цель – отчитаться перед народом внутри страны? И, судя по ликованию на улицах иранских городов, цель эта была достигнута? Я бы не преувеличивал эту всенародную поддержку. Власти в Иране крайне не популярны. Если мы посмотрим на то, как, например, проходили недавние парламентские выборы 1 марта, то явка там была самая низкая в истории – 40%. А из этих 40% примерно половина населения просто испортила бюллетени. И, как правило, иранцам вообще безразлично то, что происходит в отношениях между Ираном и Израилем. Можно создать красивую картинку, показать такую всенародную поддержку, согнать людей. Но это не говорит о том, что иранцы как-то начали любить свою власть, против которой еще совсем недавно они массово протестовали. Было необходимо показать и мусульманскому миру все-таки, что Иран находится на острие противостояния с Израилем. Сейчас в мусульманском мире очень сильны антиизраильские настроения на фоне войны в секторе Газа. И многие лидеры мусульманских стран, будь то, скажем, Турция и тот же Иран, пытаются представить себя как раз выразителями интересов всего исламского мира. Идет такая конкуренция своего рода. И Ирану тоже очень важно всеми доступными ему методами показать, что он борется с Израилем не только на словах, но и на деле. Президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Нетаньяху от ответных действий против Ирана. Вы одержали победу, примите ее, сказал Байден. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Израиле рассказал, что страна пока не определилась, как реагировать на атаку Тегерана. Как вы думаете, способен ли Израиль на ответный удар и как он может выглядеть? К чему в теории это может привести? Израиль, конечно, способен на такой удар. В последние годы даже внутри Ирана происходили различные атаки, различные диверсии, нападения на его промышленные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, были убийства физиков-ядерщиков. Израиль никогда не брал за это ответственность на себя, но все понимали, что кроме Израиля совершить такое никто не мог. И сейчас, да, Израиль находится на развилке. С одной стороны, популярность Кабмина Нетаньяху сильно пошатнулась, и это вроде такая возможность восстановить свое реноме в глазах населения, которое критикует Нетаньяху за провал 7 октября, за затянувшуюся операцию в секторе газа. Но с другой стороны, это ведь переход к очень масштабной и непредсказуемой войне, а Израиль, как мы убедились, очень сильно зависит от поддержки западных партнеров, ведь те беспилотники и ракеты, которые сбивались еще на подлете к Израилю, они были сбиты во многом благодаря американцам, британцам, французам. И учитывая то, что сейчас западные лидеры отговаривают Израиль от такой акции, пока, на мой взгляд, сохраняется высокая вероятность того, что ответ Израиля будет, но он будет довольно сдержан, довольно ограничен, может быть, даже не по самому Ирану, а по его так называемой прокси в регионе. И к чему этот ответ может привести? Опасность войны, она по-прежнему сохраняется, потому что регион раскален, но пока что, на мой взгляд, каждый остается при своем. Израиль тоже может называть себя в чем-то победителем, потому что как минимум сработала система обороны страны, Иран тоже, мы видим, ликует после такой акции. Я думаю, что пока каждый останется при своем, и есть вероятность, что большой войны удастся избежать. Руслан, давайте подробнее, может ли на этом фоне обостриться ситуация на севере Израиля, на границе с Ливаном? Она и так уже очень обостренная, и так продолжаются взаимные обстрелы между Израилем и Хизбаллой, но мы уже убедились за последние полгода, что Хизбалла не желает вмешиваться в большую войну с Израилем. Это чревато беспрецедентными ударами по ливанской территории, а в Ливане хорошо помнят войну 2006 года и не хотят ее повторять. Кроме того, Иран сам не желает, чтобы Хизбалла вмешивалась в какую-то большую войну с Израилем. Хизбалла ведь это очень большой актив, ресурс для Ирана, как считается, в том числе для сдерживания Израиля от нанесения прямых ударов по иранской территории, в том числе по его ядерным объектам. Поэтому я не вижу предпосылок для какой-то большой войны между Хизбаллой и Израилем. Руслан, а вот иранская ядерная программа. Что будет в этом отношении? Есть опасность того, что Иран пойдет по пути дальнейшего обогащения урана. Он и так сильно увеличил активность в этом направлении в последние годы. Но, с другой стороны, я думаю, что такой большой потребности у Тегерана сейчас нет. Обогащать уран и вызывать дополнительное напряжение в отношениях с западными партнерами. Потому что иранское руководство при любом раскладе очень зависит от того, что происходит внутри страны. В Иране тяжелейший экономический кризис. И для того, чтобы его преодолевать, нужно как-то смягчать отношения с западными странами, в том числе договариваться о чем-то. В перспективе, может быть, даже восстанавливать ядерную сделку. Так что я не думаю, что Иран пойдет на какие-то радикальные шаги в отношении своей ядерной программы. Руслан, огромное спасибо за подробный анализ. До встречи. Спасибо вам.